Привет! С вами Крошка Бельчонок, и сейчас я расскажу вам об игре Dawn of War 2 во вселенной Вархаммер 40 тысяч. В предыдущем видео мы познакомились с базовыми правилами игры. В частности, мы узнали, что в игре присутствует пять сторон. Сегодняшний рассказ посвящен одной из них, космическому десанту. Как и у любой другой страны, у космодесанта на выбор имеется три героя. Мы познакомимся лишь с одним из них. Наш герой, командор, ориентирован на ближний бой. У него крепкое здоровье и высокий урон. На Т1 его роль, в зависимости от ситуации, танковать, вязать в ближнем бою вражеских стрелков или наносить урон. По умолчанию, командор обладает способностью боевой крик. Она на время позволяет ему наносить спецатаки с каждым ударом и делает его невосприимчивым к отбрасыванию. Скауты. У скаутов высокая скорость перемещения и большой радиус обзора, а значит, они отлично подходят для захвата точек. При виде противника они могут как убежать, так и своевременно занять укрытие. Скауты могут получить дробовики, значительно повышающие урон отряда за счет дальности атаки. Но главное, дробовики дают спецспособность на отброс и подавление противника. Отряду скаутов можно придать сержанта. Он обнаруживает невидимых врагов и дает отряду гранату, особенно эффективным против скоплений противника. После улучшения скауты могут становиться невидимыми. Два отряда скаутов могут работать вместе. Например, можно отбросить врага и пока он встает, кинуть гранату. Из невидимости для создания эффекта неожиданности. Дробовик пригодится скаутам для прикрытия пулеметного расчета. Пулеметчики уязвимы в ближнем бою, и прикрывающий их отряд скаутов может дать им несколько секунд на то, чтобы перенацелиться на внезапно появившегося противника. На Т2 скауты могут получить длиннобойную снайперскую винтовку. Это полезное, но очень дорогое оружие. Как правило, скауты все же получают дробовики. Снайперская винтовка наносит полный урон по врагам, спрятавшимся в укрытии. Тактический отряд Особенности тактического отряда Крепкое здоровье, высокий урон в дальнем бою, неплохой урон в ближнем бою и, главное, несколько доступных вариантов вооружения. Это позволяет оперативно подстраивать отряд под решение возникающих тактических задач. Так, на Т1 тактический отряд может получить огнемет, что позволит ему выкуривать противника из укрытий и зданий, а также быстро уничтожать вражеские генераторы и наносить высокий урон по плотным скоплениям противника. На Т2 тактикалы могут получить плазменную винтовку, наносящую повышенный урон тяжелой пехоте. Также на Т2 тактикалам доступна розетница, превращающая их в борцов с вражеской техникой, машинами, танками и шагателями. Одновременно тактический отряд может нести лишь одно дополнительное оружие, однако его можно оперативно сменить, заплатив за апгрейд. Сержант доступен тактикалам на Т2. Он увеличивает живучесть отряда и дает спецспособность на значительное усиление как в ближнем, так и в дальнем бою. Способность эта перезаряжается при получении урона тактическим отрядом. Пулеметчики или Девастаторы Отряд пулеметчиков требует развертывания, а развернувшись способен вести подавляющий огонь. Угрозу пулеметчикам представляют вражеские штурмовики, способные повязать их в ближнем бою. Поэтому имеет смысл прикрывать их либо скаутами, либо вторым отрядом пулеметчиков. На Т2 из пулеметчиков можно сделать противотехнический отряд, выдав им дальнобойную лазерную пушку. Она наносит значительный урон технике и замедляет ее. Штурмовики Мощные солдаты ближнего боя, способные взмывать ввысь и стремительными коршунами обрушиваться на противника. Основная их задача — ввязать в ближнем бою вражеских стрелков и тяжеловооруженные отряды. При брюшке они разбрасывают противников и пока те встают, начинают нарезать их своими пилом мечами. На Т2 штурмовикам можно дать сержанта. Это значительно повысит урон и живучесть отряда, а также даст полезную в ближнем бою спецспособность, разбрасывающую противников и наносящую им урон. Кроме того, на Т2 штурмовики могут получить гранаты. Оглушающая граната на время выводит из строя врагов, укрывшихся в зданиях. Мельта-бомба повреждает и замедляет вражескую технику. Снова командор. На Т2 герой получает персональный телепорт и два оружия — молот и перчатку. Молот обладает мощной спецатакой и эффективен против больших скоплений противника. Перчатка эффективна против одиночных целей и техники. Тяжеловооруженный отряд с плазменной пушкой доступен на Т2. Он наносит высокие повреждения, разбрасывает вражескую пехоту и способен нанести немалый бед противнику. Его следует прикрывать другими отрядами. В одиночку он долго не выживет. Плазменная пушка — дальнобойное оружие и отлично подходит для решения соответствующих тактических задач. Она наносит урон всем войскам в зоне поражения, в том числе союзным. Старайтесь не подставляться под ее огонь. БТР «Носорог» доступен на Т2 и является вашим мобильным транспортом. Он позволяет отрядам быстро перемещаться по полю боя, а его дымовая граната работает как зеленое укрытие. Вблизи БТРа ваши отряды могут восполнять потери, как и вблизи главного здания. Также БТР можно построить для того, чтобы заставить вашего врага потратиться на антитех. Обычное стрелковое и холодное оружие малоэффективно против техники. Дредноут — это шагающая машина смерти появляется на Т2. Его основная задача — отвлекать на себе огонь противника, пока ваши бойцы расстреливают врагов. Впрочем, он и сам может за себя постоять. Дающаяся ему по умолчанию спецспособность разбрасывает и оглушает находящихся поблизости врагов, а также наносит им немалый урон. Дредноут может получить пулемет. Это ослабит его в ближнем бою, но даст дистанционную атаку и спецспособность, эффективную против скоплений вражеской пехоты. Также дредноуту можно дать мельто-пушку — оружие, эффективное против техники. Его имеет смысл давать, если вражеская техника выигрывает у дредноутов мобильности. Библиарий — последний доступный на Т2 отряд. Убивая врагов, он увеличивает урон находящихся поблизости союзников. Кроме того, у Библиария есть целый ряд мощных заклинаний. Первое — Молния, наносящая урон противнику на расстоянии. Оно отлично подходит для борьбы против плотных скоплений вражеской пехоты. Второе — Ускорение, под действием которого Библиарий движется быстрее, а получаемый им урон снижается в 10 раз. Заклинания подходят для выхода из боя или для того, чтобы отвлекать огонь на себя, пока основная армия занимает позицию для атаки. Остальные заклинания доступны после соответствующих улучшений, каждый из которых дает новое заклинание и усиливает Библиария. Третье — Ускорение союзного отряда. При этом, если для ведения огня отряду нужно сперва развернуться, он делает это мгновенно. Заклинание хорошо работает в связке с пулеметчиками или медленными терминаторами. Четвертое заклинание — Телепорт дружественного отряда к Библиарию. При правильном использовании значительно повышает мобильность сравнительно медленной армии космодесанта. Последнее — Силовой барьер. Это заклинание способно остановить наступление целой армии, и кроме того, оно блокирует все стрелковые атаки. Герой. На Т3 герой получает штандарт, усиливающий близ стоящих союзников, и броню терминатора. Получив последнюю, герой может выбрать себе оружие — огнемет, пулемет или силовые когти. Все три оружия весьма эффективны. Танки и терминаторы На Т3 космодесант получает танки, эффективные в дальнем бою. Танк можно усилить, укрепив броню и улучшив пушку. Также на Т3 становится доступен вызов терминаторов — мощного отряда, эффективного как в ближнем, так и в дальнем бою. Командор может вызывать также штурмовых терминаторов, не способных стрелять, но отлично проявляющих себя, если им удастся подойти к противнику вплотную. Итак, мы познакомились с отрядами космодесанта, поняли, что у каждого из них есть своя тактическая ниша. Напоследок, дам общий совет. Космодесант — сторона в целом сильная в дальнем и слабая в ближнем бою. Это обуславливает стиль игры за них, защищаться, пока не находятся критическая масса бойцов, после чего можно начинать активные боевые действия. Надеюсь, это видео окажется полезным для вас. Успехов и до встречи!